Маше два года. Она больше не может стоять, практически не ползает. Ночью просыпается от боли в ножках и спине. У девочки редкое генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия. Простыми словами, постепенно перестают работать мышцы. Обычно детей с таким заболеванием ждет питание через трубку. Вентиляция легких – смерть. Ребенок может в любой момент задохнуться. Она даже не пытается этого делать больше. Хотя она вставала и ползала. Она вообще шустриком была. Спинальная мышечная атрофия не лечится. Но процесс заболевания можно остановить. Таким детям, как Маше, жизненно необходим импортный препарат спинраза. Годовой курс стоит порядка 40 миллионов рублей. По закону закупать спинразу должны через региональный Минздрав. Но на деле в Алтайском крае еще не одна семья, а их 29, не получила помощь. У нас в нашем крае один только ребенок. На него сейчас закупили препарат. И то через суд. И он до сих пор не получает еще. Минздрав подали на апелляцию. Мама Маши говорит, что из-за коронавируса процесс получения лекарства вообще встал колом. Наши российские клиники даже счет не выставляют. Потому как коронавирус нужно консилиум собрать. В общем, они не могут. Нас готовы принять на данный момент израильская клиника. Они выставили счет нам. Это выходит 434 990 евро. Это около 35 миллионов по данному курсу. В Минздраве Алтайского края нам дали понять. На детей больных с пинальной мышечной атрофией в крае средства ищут, но вряд ли найдут. Данный препарат не включен в перечень жизненно важных лекарственных средств. И поэтому он не предоставляется через федеральный бюджет. В настоящее время федеральным министерством, еще раз подчеркну, решается вопрос о включении данного препарата спинраза в жизненно важные лекарственные средства и уже финансирование за счет федерального бюджета. Эти кадры из Красноярска. Начало года. Родители двухлетнего Захара надеялись, что препаратом спинраза их обеспечит местный Минздрав. Это страшно все, когда ребенок 24 часа с тобой в сутки дома, лопочешь, что-то делает. А потом у него останавливается сердце. Лекарства Захар так и не дождался. Чиновники Минздрава отказались его закупать. Следователи возбудили уголовное дело. А это уже Матвей Чепуштанов из Рубцовска. О нем рассказывали год назад. У мальчика тоже спинальная мышечная атрофия. Хоть к обельку на донышко, жду с меня котята. И, к счастью, семье из Рубцовска помог меценат, который оплатил лечение Матвея американским препаратом Золгенсма. В отличие от спинраза, он ставится один раз на всю жизнь, но стоит еще дороже – более двух миллионов долларов. Это самое дорогое лекарство в мире. Примеры из жизни нам доказывают, что надежда есть даже у таких детей. Например, со спинальной мышечной атрофией вполне себе счастливо живет участница Евровидения Юлия Самойлова. Маша может прожить долгую жизнь, но для этого нужно срочное лечение, которое не по карману родителя малышки – 35 миллионов рублей. Только собрав эту сумму, мама Маши никогда не увидит, как ее ребенок угасает с каждым днем. Она очень добрый человечек. Мы в больнице лежали, когда лечение проходили, поддерживающую терапию. И даже процедурная медсестра удивлялась, что укол поставят. Она вроде плачет, но она все равно до свидания всегда помашет. Сквозь слезы говорить не может, но все ответит добротой на любой поступок. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком.